Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я не захочу жить Будь со мной Скажи, что ты хочешь со мной остаться Причем остаться навсегда Скажи Скажи, что любишь меня Что будешь моей женой Да, буду Я хочу быть твоей женой. Встань, пожалуйста. Ты сделал меня счастливой. Когда будет свадьба? Когда мы поженимся? Завтра. Нет, нет, сейчас. С возвращением, Эдон. Ты же не думала, что вернешься сюда без меня? Почему? Ты настаивал, чтобы я сама все вспомнила. Я решил, что сейчас началось самое трудное. Я приехал, чтобы помочь тебе. Здесь Круз. Он мне поможет. Я единственный, кто может помочь тебе вспомнить то, что случилось на этом острове. Это важно для нас обоих. Ты помнишь? Вот это. Мы поженились? Ты многое вспомнила, да? Мне было семнадцать. Я оказалась на этом острове, и он меня покорил своей романтичностью. Дело не в острове. Ты меня пугал и восхищал. И ты вышла за человека, который был опасным и восхитительным. Я обещала выйти за тебя. Да. Я поверил твоим обещаниям. Я поверил тебе, и это изменило всю мою дальнейшую жизнь. Почему ты так думаешь? Я это знаю. Когда мы расстались, моя жизнь стала совершенно иной. Я решил, что должен ее изменить. Я заставил себя стать совсем другим человеком. Почему? Потому что я не был достоин тебя. Так мы не поженились? Нет. Что случилось? Мой отец появился на острове? Да. Он помешал свадьбе? Когда он узнал обо всем, то был недоволен. Я помню день его прибытия. Ты пошла к нему на яхту. Тебе не терпелось рассказать обо мне. Привет! Прости, что заставил тебя ждать, но меня задержали дела на буровых. Я рада, что тебе удалось все уладить. Очень рада. Дорогая, это не то слово. Мы победили, и сегодня отпразднуем победу. Надеюсь, тебе здесь было не слишком тоскливо без меня. Нет, я просто счастлива. Ты хоть скучала обо мне? Скучала. Я всегда скучаю. Пока я искал удобный причал, успел заметить, что в заливе полно яхт. Ты, наверное, каждый вечер проводила в гостях? Вовсе нет. Ну, хорошо, дорогая. Сегодня ты должна пригласить всех своих друзей к нам. Я тоже привез с собой шестерых. Они в каютах. Устроим грандиозное торжество. Королевский прием. Сколько же кавалеров ты без меня подцепила? Одного. Одного? Я видел яхту Клейтона Андерсона. Я не знал, что он здесь вместе с сыном. Нет, это не Джейсон Андерсон. А кто же тогда? У него нет яхты, папа, он живет на острове. Островитянин? Да. Дорогая, здесь живут добрые и честные люди, но никто из них не в состоянии обеспечить тебе достойную жизнь. Я думаю, твой юноша будет чувствовать себя несколько смущенно среди наших гостей, ведь он наверняка беден. Папа у него вовсе не беден. И он не такой уж честный. Солнышко, я понимаю, что я проводила с ним время, но... Я люблю его, папа. И я не думаю, что полюблю кого-нибудь так же, как его. Моя красавица, тебе всего семнадцать. Ты еще понятия не имеешь, что такое любовь. И твой мальчик о ней ничего не знает. Папа, ты его даже не видел. Когда вы встретитесь... Я не хочу с ним встречаться, и ты тоже не будешь. Разумеется, буду. Выслушай меня. Утром мы снимемся с якоря. Чем быстрее мы отсюда уедем, тем скорее ты его забудешь. Я не уеду. Уедешь. Ты живешь в моем доме и должна меня слушаться. Может, настало мне время покинуть твой дом, чтоб ты не смел мне приказывать? Твой отец... Ты с ним поссорилась из-за меня, да? Он хотел увезти меня отсюда. Я уехала с ним? Твой отец... Почему мы не поженились? Мы сами так решили? Скажи, что случилось? И почему я все это забыла? Роберт, надо поговорить. Не сейчас. Я просил мне не мешать. Роберт, поверь, это важно. Я ненадолго. Что-то стряслось? Да, я нашел Кастилью. Он еще на острове? Если бы. Он в тюрьме Сан Себастьяна. Что? Да, он нанял катер и его увезли отсюда. Если он в тюрьме, значит, он обо мне знает. Нет, нет, нет. Вряд ли он что-то пронюхал. Но он договорился с начальником, чтобы его поместили в камеру под видом заключенного. Сказал, что ему это необходимо для расследования дела. Вот куда он забросил удочку. Будем надеяться, что Невод придет пустым. Но Тонулоу это не понравится. Черт с ним, думай обо мне. Кастилью может узнать, кто я, разрушить мою карьеру. Послушай, его оттуда не выпустят. Об этом я позаботился. Теперь от тебя зависит, как долго ему там сидеть. Роберт, его не остановить. Он не уймется. Ты это отлично знаешь. Его нельзя выпускать оттуда живым. Я не хочу сейчас обсуждать этот вопрос. Ты уверен, что его там поддержат? Да. Отлично. Я позже решу, что делать. А пока что не беспокой меня. Понял? Да. Иден. Скажи, что любишь меня, что станешь моей женой. Да, я люблю тебя. Я хочу быть твоей женой. Я надеюсь, что повреждений черепа нет. Роберт, я не могу спокойно смотреть, как ты все теряешь. Я ничего не теряю. Ситуация под контролем. Ты даже себя не контролируешь. Ты думаешь только об Иден. Остальное тебя не касается. Если Тоннел узнает об этом... Я все улажу. Послушай, я сделал все, что мог. Но если Кастилью освободят... Ты слышал, что я сказал? И это все из-за женщины, которая любит другого. И отталкивает тебя. Убирайся. Ты вернешься в Штаты ближайшим рейсом. Я здесь сам разберусь. Роберт, я все вспомнила. Мы любили друг друга. Но почему ты думаешь, что я оставлю все, что есть у меня сейчас, ради того, что закончилось 10 лет назад? Не стоит воскрешать прошлое. Да? Еще недавно ты меня ненавидела. Теперь ты приехала сюда и вспомнила, что у нас было. Что мы пережили. Ты еще ненавидишь меня? Не испытывать ненависть не значит любить. Для того, чтобы все оживить, недостаточно одних воспоминаний. Нельзя оживить то, что не умирало. Посмотри на меня. За последние 10 лет я вспоминал тебя каждый день, каждую ночь. Вспоминал этот остров, этот дом, этот берег. Вот поэтому, разбогатев, я купил Лас Сиренос, чтобы никто не посмел поселиться в доме, где мы любили друг друга. Здесь все осталось, как было тогда. Если ты полагаешь, что я вернусь, ты теряешь время, потому что этого не будет. Так будет, ты здесь. Я не намерена все бросить ради того, что случилось в то время. Я забыла тебя, Роберт. Когда Круз вернется, мы уедем. Я снова тебя забуду. На этот раз навсегда. Как самочувствие, сеньора, вам не мешало бы полежать? Я здорова. Вы же сказали, что у вас болит живот. Нет, все уже прошло. Простите, мне очень жаль, что я сбежала. Но я должна была разыскать мужа. Он собирался вернуться сюда? Он не вернулся. Простите, меня ждет пациент. Что ты сделал с Крузом? А если ничего не делал? Ты отправил его в тюрьму, когда он приехал на остров. Иден, подумай. Я ничего бы не сделал с ним, ведь ты бы не простила меня, я не хочу рисковать. Прости. Иден. Я подожду снаружи. Ты еще не все вспомнила. Мне все равно. Ты не уплыла на яхте с отцом. Мне все равно, Роберт. А мне нет. Ты должна меня выслушать. Я долго ждал, чтобы об этом сказать. Нашей свадьбе помешал не твой отец. Мы с тобой хотели пожениться больше всего на свете. Но что-то случилось. Что? Вспомни. Что-то ужасное? Да. Позови Тоннелло. Да. Прости, что мешаю ужину. Но ты должен знать, что Кастильо сейчас в Сан-Себастьяне. Он что-то пронюхал о Роберте. Только не впадай в панику. Я не думаю, что он выяснил все. Но если уж он оказался в тюрьме, то должен остаться там. Да, все верно. Я тоже так думаю. Отлично. Я прослежу за этим. Простите, у меня ничего не вышло. Я не смог добыть нужную информацию, поэтому возвращаюсь на Сиренос. Боюсь, это невозможно, мистер Кастильо. Здесь разве не найти катер? Дело не в катере. Вам придется остаться в тюрьме. Что вы несете? Вы успешно скрывались, но я знаю, кто вы на самом деле. Это ордерный арест, присланный Интерполом. Интерполом? Вы останетесь в Сан-Себастьяне. Скоро сюда прибудет кто-нибудь из их офицеров и предъявит вам обвинение. Какое обвинение? Я лично звонил в Интерпол. Итальянцы давно вас разыскивают за совершенное убийство. Папа, спасибо, что пришел. Садись. Жаль, что пришлось идти в ресторан ради того, чтобы повидаться. Я понимаю, но через 10 минут у меня важная встреча с Джулией. И я решила, что ты не станешь орать на меня при людях. Кажется, ты сообщишь мне нечто неприятное. Я буду работать на Роберта Бара. Папа, ты не то подумал, да и он заблуждается. Он предложил мне обновить интерьер в филиалах Кэппэл Ризердс. Кэлли, зачем тебе это? Кэппэл Ризердс нам не принадлежит. Забудь об этом. Возможно. Но в названии сохранено наше имя. Надо держать марку. Почему мои родные капитулировали перед ним? Ты понимаешь, что он украл у нас компанию? Понимаю. И сделал это крайне странным образом. Докопаться до истины можно лишь работая у него, и надо заботиться о благополучии предприятий. Ведь рано или поздно мы вернем их себе. Разве это не разумно? Скажи. Таким был план Иден, но я... Иден пришлось уйти. Теперь дело за мной. Я рад, что узнал об этом. Папа, она уехала, не успев тебя предупредить. Я рад, что она образумилась, но она могла бы сообщить мне об уходе с работы и об этом таинственном отъезде из города, а? Тогда это уже не было бы тайной. Слушай, мне в любом случае надо поговорить с Иден. Я понимаю. Скоро поговоришь. А сейчас мне надо посоветоваться с Джулией. Неужели? О чем? Я должна поговорить с ней о фитнес-клубе при отеле. Там творится мечта невообразимая. Один из его членов пострадал, и люди бара проигнорировали жалобу, и теперь он подает в суд. Я уволила тренера и надеюсь с помощью Джулии избежать суда и огласки. Не лучше ли изъять наше имя из названия компании? Нет, чтобы не менять его снова, когда мы разделаемся с баром. Пока. Боже, где он? К Рузу сегодня сюда не добраться. Успокойся, эта буря минует. Как это успокойся? Вдруг с ним что-то случилось, и он в беде. Ненавижу бури. Неудивительно. Десять лет назад бури перевернуло твою жизнь. Мне плевать на то, что было тогда. Теперь же поздно останавливаться. Подумай об этом. Стояла такая же ночь. Я не хочу об этом думать. Ты поругалась со мной. Не хочу об этом думать. Отстань от меня. Не могу. Это очень важно. Но если так, расскажи мне сам. Я не все время был рядом. Подумай, буря поможет тебе вспомнить. Я не хочу вспоминать ни о буре, ни о чем-либо другом. Придется, чтобы наконец избавиться от страха. Теперь вспомнила. Яхта. Папина яхта. Ее сильно качало. А почему праздник продолжался? Так захотел твой отец. Он думал, что протанцевав с богатыми друзьями всю ночь, ты не убежишь со мной. Ты хочешь провести всю жизнь на этом оттропке? Я была там счастливее, чем где-либо еще. Да, из-за новизны для тебя это игра в гикарей. Тебе интересно, ведь для тебя все это в новинку, но все куда сложнее. Ты умная и честолюбивая. Через год ты умрешь от скуки. Ничего подобного. Все сложится совсем иначе. Мы любим друг друга. Мой отец все спорил. Я пыталась покинуть яхту. Куда ты собралась? На остров, я так хочу. Погода жуткая. Ну и что меня это не пугает? Ну уж нет, побудешь здесь, а завтра я отправлю тебя в Санта-Бабару. Рауль. Рауль. Он иногда работал на яхте, он помогал в проведении праздника. Он хотел меня видеть. Он все время искал встреч с тобой. Рауль, проследи за тем, чтобы она осталась на яхте. Я попыталась сбежать. А Рауль смеялся надо мной. Куда ты? С меня хватит. Нет. С меня хватит, я тут не останусь. Что-то это безумие. Эйден, вернись. Закрой дверь, чертов идиот. Извините, куда делся паром из Сан-Себастьяна? Не знаю, может он еще там... Как мне туда попасть? В такую погоду? У кого-нибудь есть лодка? У вас есть лодка? Да, у меня есть лодка. Мне нужно в Сан-Себастьян, я заплачу вам. Синьорита, это очень опасно. Подождите до утра. Нет, 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 я не могу ждать. Я заплачу, сколько скажете. Простите, синьорита. Вот. Возьмите это. Дайте мне лодку и возьмите кольцо. Да вы что? Оно стоит десяти лодок. Мой муж в опасности. Возьмите кольцо, для меня важнее всего попасть к нему. Вы сможете управлять лодкой? Да, у меня богатый опыт. Скажите, где она? Она называется Санта-Элена. Последняя лодка у причала. Идемте, я вам покажу. Чёртов дурак. Извините, я ищу свою знакомую. Американку с длинными светлыми волосами. Не видели такую? Ла Рубиэн. Ах, да. Она пришла и купила лодку у Альберта. Что? Да, ей срочно понадобилось в Сан-Себастьян. До Сан-Себастьяна пять миль. Это безумие. Нет, там мой муж. Спасибо вам за всё, не бойтесь, я справлюсь. Помогай вам Бог. Нет, папа. Давай я лучше свяжусь с Эденом Крузом и попрошу их позвонить тебе. Кто тут кому не доверяет? Я дала им слово. А я дал слово Мэйсону. Ты понимаешь, чем всё это чревато? О чём ты? Дорогая, у нас одна и та же цель – выяснить, что затеял Роберт Барр. А мы таимся друг от друга. Это добром не кончится. Мы должны сплотить ряды, иначе нам с ним не справиться. Может, ты и прав. Конечно, прав. Так, долой секреты, ладно? Ладно. Итак, где Эдену с Крузом? Они на острове. Под названием Лас Сиренас. Ты спятила? Оставь меня, убирайся. Уходи. Давай вернёмся. Нет, убирайся. Убирайся. Ты напоришься на рифы. Уйди, оставь меня. Отвяжи трос и оставь меня в покое. Трос уже лопнул. Если она не затонет, это будет чудо. Взгляни на компас, курс неправильный. Нас сносит. Я попытаюсь выправить курс. Куда там? Впереди рифы. Дай мне штурвал. Нет. Пусти меня. Стой! Послушайте, я точно знаю, что это ошибка. Я никого не убивал. Вам придётся доказать это Интерполу. Я же полицейский. Разве осунулся бы в тюрьму, будь я убийцей? Если вам сильно понадобились сведения, да. В чём дело? Ладно, это ясно. С кем вы говорили? Я же сказал. Я говорил с представителем Интерпола. Как его зовут? В Италии выписан ордер на ваш арест по обвинению в предумышленном убийстве. Вот и всё. Этот ордер фальшивка только и всего. Ну, конечно, как обычно. Удивительное совпадение. Все заключённые невиновны. Спросите у них. Ладно, я объясню вам ещё раз. Потом вы позвоните по телефону и выпустите меня. Я уже звонил. Позвоните ещё раз. Моя жена на Сиренос. Может, она в беде, а я сижу здесь. На Сиренос? Если так, она и вправду в беде. Что вы хотите этим сказать? Прошлой ночью на остров обрушился тайфун. Возможно, на Сиренос всё разрушено. Там мало что уцелело. Ладно, послушайте меня, мистер. Я сказал, послушайте, чёртов идиот! На выход! Освободите меня! Если моя жена пострадает, клянусь, я тебе шею сверну! Уведите его! Обещаю тебе! На выход! Крус... Крус... Крус. Иден... Отпей чуть-чуть. не волнуйся все будет хорошо ух кросс мы у тебя за спиной как раз садится за столик человек который точно знает где роберт бар прости что оставил тебя одну нас вынесло на островок нигде никаких признаков жилья не бойся иден я позабочусь о тебе все будет хорошо но сеньори таранфилд сеньор бар сказал что для вас это важно он сказал почему задержится на сиренос он сказал что вы все поймете это связано с женщиной ему плевать на дела он бегает за идон кастильо передайте ему что я алло алло теперь мы знаем что бар на острове браво рапаил отлично и что дальше простите можно я позвоню спасибо ну гляди что у нас есть если батарейки не сели мы вызовем подмогу и бесполезным и все даже аптечки нет и да давай ты вся мокрая надо снять с себя одежду и 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 Нет. Что? Нет. Что? Мне все равно. Подготовьте самолет к отлету. Через полчаса я приеду. Вчера на сиренос обрушилась буря. Телефоны не работают, я полечу туда. Хорошо, я полечу с тобой. Нет-нет, это неудачная идея. Лучше я полечу туда один. Ты не знаешь испанского, не знаешь острова? Я знаю этот остров. Да? Ты знаешь, где именно побывал Круз? И где бывала Иден, когда жила на острове? Тебе необходима помощь. Все это касается и меня. Твоя дочь поехала туда с моим сыном. Я отправлюсь туда с тобой. Все будет хорошо, Иден. Даю слово, все будет хорошо. Странно, да? Море вновь свело нас вместе. Десять лет назад я спас тебя, красивейшую женщину на свете. Я сразу полюбил тебя, еще пока мы были на пляже. Что бы ни происходило все эти годы, какие бы деньги на меня не сваливались, сколько бы я их не тратил, я не мог разлюбить тебя. Я пытался, я хотел тебя забыть, но не смог. Я никогда не желал тебе зла. Мне многое хотелось тебе сказать, но я не мог. А теперь, наконец, говорю. Я люблю тебя. Так же сильно, как прежде. Я никогда не перестану тебя любить. Никогда. Я не расстанусь. Не расстанусь с тобой, Иден. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok